Добрый день всем! Хочу сегодня приготовить помпушки, которые не пекутся в духовке, а жарятся в масле. Такие помпушки понравятся тем, кто любит пирожки жареные или чебуреки. Эти помпушки подойдут также, как вместо хлеба к первым блюдам. Можно их использовать с какао, выпить можно, ну и кто как хочет, может быть и просто так кто-то захочет покушать. Порция небольшая, для образца я покажу, и составляющих так же мало, как и во вчерашнем видео. Лепешки, когда я делала. Здесь у меня пол стакана воды теплой, половина ложки сухих дрожжей. Я размешиваю дрожжи в воде. Хорошо размешать, вылить в миску. Сюда же потребуется 1 чайная ложка сахарного миска. Послушайте как венчик шкрябает, музыкально. Нравится? Так же и ложкой вилкой шкрябает. Так, теперь сюда нужно добавить 1 чайную ложку соли, но не совсем полную. И полторы, так размешиваю, упала крышка, полторы столовые ложки растительного масла. Кто-то мне писал, фу, масло в дрожжи, все, больше не смотрю. Но такой рецепт. Я его не сама придумала. Снова размешиваю. И сюда же теперь буду добавлять муку. Муки потребуется 1 стакан. Нужно замесить тесто вот с этого количества муки. Сахар, соль, масло. Замесить мягкое тесто нужно, чем сейчас и буду заниматься. Вот такое тесто у меня получилось. Смотрите, оно уже отстаёт от донышка и к стенкам очень сильно не липнет. Выкладываю его на рабочую поверхность стола и буду вымешивать на столе. Стол присыпала мукой. Ну, как всегда. Тесто вымесила. Это не значит, что вы вымесили тесто, если собрали только муку со стола. Его нужно ещё вымешивать. Минут 5-7 его нужно месить. Вот такое оно получилось. Мягкое, хорошее. Теперь кладу в ту же самую миску. Накрываю полотенцем. И в рецепте написано оставить это на 2 часа. Так что будем ждать и смотреть, как только тесто поднимется. Дальше будем работать. Дальше для пампушек мне для этих понадобится зелень. У меня укроп и 2 зубчика чеснока. Немного, потому что и тесто небольшое количество. А сейчас хотела вам сказать, что с утра я, вернее, со вчерашнего вечера я завела бездрожжевой хлеб на закваске. Сегодня утром я его подмесила, уже в форму положила. И он у меня подходит уже 3 часа. Смотрите, сейчас я буду ставить духовку на выпечку. Посмотрите, как он подошёл. Мой хлебушек в этой форме. Форма большая. Форма большая, необычная. Как сейчас делают вот такие формы. А это ещё бабушкина большая. Бабушка тогда в русской печке нам хлеб пекла в этой форме. Как он нам нравился. Сейчас буду ставить выпекать. На целый час. У меня руки в руке. Вот и всё. Засекаю время. На час. Встретимся попозже. Пока у нас тесто подходит, у меня хлеб уже испёкся. Я его уже накрыла. Чуть-чуть он отошёл. Смотрите, он у меня немножко поджарился. Это сегодня, вчера и сегодня и позавчера у нас дожди идут. И наши корочки в самоизоляции находятся. Почти всё время в сарае сидят под навесом. И я им хожу и режу эти одуванчики. Режу одуванчики. Целое большое ведро приношу. Кидаю им валеры. Они клюют. Пока я с ними там возилась туда-сюда, хлебушек чуть-чуть поджарился. Но это не страшно. Видите? Чуть-чуть. Сейчас я разрежу и покажу вам, какой у меня получился хлеб. Вот, красивый какой. Хрустит. Это всё вам. Потом я уже смотрю. Сначала вы видите, потом я смотрю. Очень хорошо пахнет. Это хлеб на закваске. Такой большой. Кстати, я хотела его и взвесить. Сейчас посмотрим, сколько он у нас будет весить. Сейчас на ноли установим. Вот. Нолик. Сколько здесь получилось? Что-то с той стороны не видно. С этой стороны. Кило пятьсот. Полтора килограмма хлеба. А в магазине продают свой хлеб. Шестьсот, семьсот грамм, по-моему. Это нам на сколько хватит? В такой большой форме я испекла. Это нам на сколько дней хватит? Мы уже давно не покупаем хлеб в магазине. Если только Слава иногда ходит. Бабушке что-нибудь там вкусненькое. А захочет она? Ну, если я не пеку, а она захочет что-нибудь, вот он покупает. Прошло два часа. Тесто отлежалось. Вытаскиваю его. Обомну. Снова. Мягенькое. Тесто. Не забитое мукой. Вот такое. Теперь буду раскатывать его скалкой. А в это время уже поставила на плиту сковородку. Налила туда масло, чтобы разогревалось. Взяла вот такую рюмку. Обмакиваю ее в муку. И буду вырезать круглые помпушечки. Вырезала одни помпушечки. Уже такие будут они. Остатки теста собрала. И снова буду раскатывать. Раскатала остатки теста. С полсантиметра толщиной делаю. И снова вырезаю. Кружочки. Убираю и снова раскатываю. Вот и последний. Вырезаю. Кружочек. А это оставляю как есть. И идем к плите. Масло уже разогрелось. Буду класть туда наши помпушечки. Огонь не очень большой. Пока наши помпушки жарятся, порежу мелко-мелко укропчик. Потом же будем пересыпать помпушки укропом с чесноком. А чеснок через пресс. Все смешаю. Вот это у нас будет обсыпка на наши помпушки. Те помпушки, которые я раньше показывала, которые в духовке пекутся, сюда добавлялась водичка и масло. А здесь в этом рецепте не написано, потому что они жареные в масле. Так что просто обсыпем потом их зеленью. Так, с одной стороны подрумянились. Переворачиваем на другую сторону. Готовы наши помпушечки такие, на оладушки похожие. Ну вот, последняя. Порция-то маленькая, так что немного помпушек получается масляных, жареных. Все, последнюю сковородку сдвигаю, чтобы не горело масло. Идем за чесноком и зеленью. Горячие. Сразу посыпаю чесноком и зеленью. Я думаю, что вот эти помпушечки можно и круглыми шариками делать, тогда обжаривать, наверное, в казане лучше. Так, кто-то мне писал, что вот так надо, так потрясти надо. Или паста делают. Ну попробую. Ой, как пахнет хорошо укроп. И чеснок, и укроп. Можно даже, наверное, еще и побольше зелени. Красота. Мам, смотри, я испекла новые помпушки, жареные. В тот раз печеные я пекла, которые я в интернет выставляла. А это жареные на масле. И тоже с чесночком, с зеленью. Они должны быть мягкие, мягкие. Пахнет, как хорошо. Попробую, если хочешь. Да, мягкие очень. Не хочешь попробовать? Потом попробую. Ну хоть сейчас. Ну попробуй сейчас. О как, о как. Зелень на нос прилипла. Здоровье, чтобы была она здоровая. И вся семья ее была здоровая. И детки, и вообще-то, кто есть в семье. Дай бог им всего хорошего. Стоя из Чечни тоже просит передать привет. Потом Екатерина из Испании просит передавать. Екатерина Москвичева. Цветочек аленький, такой ник у нее, тоже просит привет. И Мархабос Одинова. Вот сколько приветов ты должна передать людям. Всем им передай привет. Передаю вам всем привет большой-большой. Чтобы вы были здоровы всю жизнь. И ваши детки, и ваши родители. Вот. Чтобы все было у вас хорошо. А еще женщину зовут Мадина. Молодая женщина. Она пишет, пусть бабушка ваша тоже мне передаст привет. Я хочу, чтобы от нее услышать привет. Мне скоро идти в роддом. Она должна, видно, родить ребенка на днях. Уже, может быть, даже на этой неделе попадет в роддом. Мадина. Пойдет она в роддом. Дай Бог ей спокойно. И это легко родить ребенка. И ребеночек, чтобы был хорошенький всю жизнь. И сама будет здоровенькая. Дай Бог. Чтобы мама Мадина была счастлива. Чтобы ребенок был здоровый, крепкий. Чтобы у него иммунитет был хороший. И чтобы никто из них не поддавался никаким вирусам. Да. Чтобы было все здоровые. Вот смотрите, я первую порцию сделала так, как в рецепте было написано. Сразу все продукты в одну миску. Все смешала, все положила. И два часа ждать пришлось. Вот. Там порция маленькая. Я решила еще одну сделать. Но вторую порцию уже сделала. Опару отдельно разводила в бокале. И делала. И не надо ждать два часа. Оно быстрее подошло. Видите. Сейчас я буду вторую порцию разделывать. И точно так же пожарю. Просто их у меня станет два раза больше. Только всего. Еще хотела показать вам. Хотя бы одну пампушечку. Вот так. В разрезе. В разрыве. Смотрите, какая она. Воздушная. Пышная. Очень вкусная. Мама попробовала. Я уже пробовала. Всем советую приготовить. Это очень быстро и легко. Всегда к чаю. Какао. Давно не пили какао. Какао. А кисель молочный давно варили? Сварите. Попробуйте. Очень вкусно. Но если кисель молочный будете варить, то не надо чесноком и зеленью сыпать. Можно просто оставить так, как есть. Попробуйте.